Ну, мы поздравляли сегодня гимназистов и выпускников уже Ляно-Мерской гимназии. Они выпускаются с новым директором, это его первый выпуск. И, конечно, поздравляя ребят, всегда говоришь о том, что если вы решили уехать за границу, то обязательно возвращайтесь, возвращайтесь со своими новыми знаниями, со своим опытом. Возвращайтесь на родину, Эстонию, потому что без молодых людей она не будет иметь будущего, она не будет развиваться. И вот это, наверное, была основная мысль, которую я озвучила о своей речи, потому что хотелось бы, чтобы молодежь, та, кто покидает Эстонию, обязательно возвращалась, обязательно делала свой вклад в будущее Эстонии, в ее развитие. Но руководство страны и руководство города Тарлина должно сделать все для того, чтобы молодые люди возвращались, чтобы они здесь создавали свои семьи, чтобы здесь рождались дети и чтобы здесь они получали достойную заработную плату, которая позволит им и содержать ребенка, и содержать семью, и строить свое будущее здесь, в Эстонии. Но, к сожалению, действительно очень много ребят все-таки планируют поехать учиться за границу. Конечно, сегодня Европейский Союз предлагает молодежи очень хорошие условия для поступления в ВУЗы и Англии, и в Германии, и во Франции. И, конечно, многие из ребят талантливых, самых талантливых, которые хорошо заканчивают и школу, и справляются с экзаменами для поступления, они покидают нашу страну. Но не менее талантливые остаются и здесь учиться, поэтому, конечно, хочется всем пожелать, всем выпускникам выбрать достойную профессию, которая будет приносить как материальное благополучие, так и удовольствие. Для меня это первый выпуск, первый опыт. Я сам заканчивал эту школу в 2002 году и ощущаясь опять же выпускником. Наша школа закончила более 50 гимназистов. Ребятам, конечно, пожелали сделать правильный выбор в своей жизни, сделать его взвешенно и, конечно же, руководствоваться уже своим опытом, полученным в гимназии. На самом деле скрывать я не буду, сколько первых классов. Первых классов прогнозировалось пять, но так как школа пользуется популярностью, соответственно, и много желающих, проводился дополнительный, опять же, конкурс, и у нас набрано шесть первых классов на будущий год. Общее количество учеников прогнозируемо – 1050. Добрый вечер, родители, выпускники, преподаватели. Совсем недавно наши дети, какие-то 12 лет назад, пришли в первый класс. И вот выпускной день, несомненно, и грустный, и радостный. Хочется всем-всем пожелать не волноваться, удачно выбрать себе дальнейший путь. Сегодня школа стала для всех историй. Все волновались, все переживали, мы справились. Справились наши преподаватели, справились родители, которые переживали вместе с детьми, радовались за них. Вместе с нашими детьми набрались опыты и мудрости учителя. Хочется поздравить и пожелать всем преподавателям дальнейших хороших учеников, хороших оценок, самых-самых радостных школьных дней. Спасибо всем. И в память о нашем выпуске мы бы хотели школе оставить маленький подарок. Пусть он как можно чаще напоминает вам о нас. Совсем недавно мы сюда пришли, так сказать, наши родители. Пришли сюда, не зная ничего, а уходим с бесценным покажем, знания, опыты за спиной. Школа научила нас не только решать задачки, различать преподавающих от центровоядок, а также позволила нам уходиться в мир человеческих взаимоотношений, жизненных трудностей, радостей. Мы в этой школе, многие из нас, нашли друзей, встретили первую любовь. Именно школа показала нам, что такое хорошо и что такое плохо. В нашей параллели чуть меньше 60 человек. И знаете, я осмелюсь от лица всех этих 60 человек сказать, что мы стали одной большой, дружной семьей. И можете быть уверены, что в нашей компании целью только любовь, дружба и уважение. Наши учителя, мне кажется, наши отношения с вами складываются не на меньше любви, доверия и уважения. И знайте, что вы самые внимательные, самые ответственные, самые заботливые, самые понимающие учителя на свете. Проговорим вам огромное спасибо. Ваш труд бесценен. И мы не побегли, не забудем о вашей старании. А наши родители, сколько сил их вложили в нас. Спасибо вам, мамы, папы, бабушки, дедушки, за ваше доброе слово, за вашу любовь, за вашу поддержку, терпение, за справедливое наказание и нужное напутствие в нашей жизни. Мы уходим со школой с тяжелой от знаний головой, с горячим от любви сердцем, и светлой же братой душой. И каждый уходяк, оставляет частичку себя. Школа, любимая школа. Спасибо, что все 12 лет было для нас в роде дома. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Даниил Хмельев АПЛОДИСМЕНТЫ Даниил Холенко АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Никита Лыенко Марек Кумаров АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Александра Мухина АПЛОДИСМЕНТЫ Анна Ходинка АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.